Ни Чечня, ни Ингушетия, ни Осетия, ни Балкария и Карачай никогда не были чьими-либо вассалами, а тем более Кабарды, представлявшие на всем протяжении своей истории разрозненные группы кочевого населения, руководимые князьями, не имевшего централизованного управления. В середине XVIII века, с утверждением Российской империи в предкавказских степях, кабардинцев лишили права пользоваться местами их прежнего кочевания по Куме и вблизи Моздока, и границам между Балкарией и Карачаем с одной стороны. И Кабардой подвинулась к подошве Черных гор, лесистым хребтам, о чем свидетельствует построенная русскими крепостная Кавказская линия, территория, расположенная южнее кордонной линии, то есть Балкария и Карачай. На одной из русских карт начало XIX века обозначено как земли, неподвластные российской короне. Балкария и Дегория подали совместное прошение о вступлении в российское подданство в 1827 году. Карачай в 1828, Осетия еще раньше, в 1774 году, о чем имеются соответствующие документы. Не кажется ли читателю странным, что такового документа о вхождении Кабарды в состав России не имеется поэтому неясно? Что это за 450-летие нахождения Кабарды в составе России праздновали в 2007 году, объясняется это просто. Исконные земли адыгских предков кабардинцев находились на Тамане под властью Крымского ханства, а земли черкесов-дворян в Крыму и Приазове. Покинув их и превратившись в наемников московского государства, подобно калмыкам, они стали народом без своей территории. Качуя по прикавказским степям и подвергаясь всем превратностям судьбы под ударами более сильных соседей – кумыков, чеченцев, нагайцев, калмыков и крымцев, последние, видев кабардинцев своих беглых подданных, несколько раз возвращали их в Закубание. Россия же юридически оформляла вступление в ее состав только народов, живущих на своей территории. Кабардинцы таковой не имели и считались властями-переселенцами на русскую территорию. Императрица, сама немало сделавшая для того, чтобы поставить кабардинских князей в исключительное положение, упорно напоминала им, что именно благодаря военной помощи России против крымских ханов и кумыкских шамхалов Кабарда не только заняла свои места, но и укрепилась на Баксане. Известно быть долженствует вам общество кабардинское составляющим. Коль из древних лет началось покровительство оному от нашей Всероссийской империи. И что без того давно рассеяться и погибнуть или в поносное рабство предаться надлежало бы их народу? Увеличение жизненного пространства кабардинцев обусловливалось не победами над соседними народами, а предоставлением им пастбищных мест на территориях, занятых российскими силами. Екатерина II писала. «Избыток всего народа в способах удобной жизни есть следствие здешнего же к нему снисхождения и милости. Ибо единственное невозбранным распространением паства своей по всему пространству степей пришел. Настоящее изобильное состояние». Северный Кавказ в Российской империи. СТР. 24.